Привет, друзья! Думаю, что многие из вас, несомненно, уже видели фильм «Человек-паук. Нет пути домой». Да чего уж там! Некоторым фанатам Марвела он понравился больше, чем «Мстители. Финал». В принципе, даже понятно почему. Пять невероятных злодеев, возвращение других паучков из параллельных вселенных, интересный сюжет и много чего другого. В общем, согласитесь, скучать не пришлось. Но знали ли вы, насколько создатели киноленты скурпулезно подошли к созданию даже самых маленьких мелочей? Нет? Тогда устраивайтесь поудобнее, ставьте лайки и начинаем! Интересных мелочей, которых никто в фильме не заметил, более чем предостаточно. Я расскажу вам лишь о некоторых из них, а то времени не хватит. Про остальные же, которых я не упомяну, напишите в комментариях. Первый из забавных моментов – это когда Питер и Эмджей видят трамвай на острове Рузвельта. Затем мы получаем кадр изнутри трамвая. И там вы можете заметить, что на стекле написано «Следи за своим шагом». Естественно, это написано для пассажиров. К тому же надпись могла просто попасть в кадр, но ее не убрали при помощи компьютерной графики. Видимо, это был забавный способ Джона Уотса сказать Питеру и Эмджей «Смотрите под ноги», учитывая их положение в данную секунду. А кто из вас обратил внимание на момент с крышкой люка? В начале фильма, когда Питер закрывает люк, внимательные фанаты обратили внимание, что паутинка, прикрепленная к крышке, медленно падает на дорогу и растворяется. И мы сейчас говорим не о том большом куске, который прикреплен к крышке, а к тонкой нити, которая отходит от руки паучка. Именно этот тонкий слой паутины, который медленно растворяется, требует невероятного внимания к деталям компьютерной графики. И такое происходит на протяжении всего фильма. Даже в конце, когда Том взбирается на вершину статуи свободы, мы можем увидеть тот же эффект снова. И на этот раз она даже движется из-за ветра. Такие детали трудно заметить в кинотеатре, да и во всех предыдущих частях паутина просто растворялась в воздухе и не оставляла после себя след. Так что с каждой частью компьютерная графика становится все реалистичнее. Следующий момент – это когда тетя Мэй застает Питера и Эмджей в неловком положении. Если мы посмотрим на руки Питера, то увидим небольшие раны или ссадины. Так вот, если актер получил их на съемочной площадке, то царапины бы обязательно загримировали, не так ли? Но в этом кроется важная деталь. Режиссеры таким образом показывают, что как бы ни был силен Питер Паркер, все эти его прыжки по домам и драки со злодеями наносят травмы, которые проникают даже через его суперкостюм. Теперь перейдем к неожиданным моментам с адвокатом. Да-да, тем самым Мэттом Мердоком, известным еще как «Сорвиголова». Питер называет Мердока по фамилии, а тетя Мэй, в свою очередь, называет его по имени. Это может указывать на то, что тетя Мэй не просто так наняла случайного адвоката. Она, видимо, знала Мэтта Мердока и раньше. Теперь перейдем к моменту, когда Человек-паук прибывает на этот мост, чтобы найти одну женщину. Там он встречает вертолет Дейли Бьюгл, отслеживающий каждое его движение. Питер в этом эпизоде машет ему рукой и говорит «Я тебя вижу». Затем, несколько мгновений спустя, когда Питер проверяет все машины, он останавливается возле одной, где некая девушка смотрит что-то на своем iPad, а ее брат явно кажется фанатом Человека-паука. Теперь обратите внимание на то, что смотрела эта юная леди. Правильно, тот самый клип, где Человек-паук Тома машет вертолету. Таким образом, несмотря на небольшую задержку, можно с уверенностью предположить, что Дейли Бьюгл, по сути, транслирует в прямом эфире каждое движение Человека-паука Тома. И как-то забавно получается, что эта девушка смотрела репортаж Дейли Бьюгл о Человеке-пауке именно в такой момент. Когда Питер прибыл на этот мост в костюме Железного Паука, обратите внимание, как его крылья в основном растворяются в его теле при приземлении. Мало того, весь его костюм фактически растворяется в одном маленьком устройстве на поясе. Так он может носить под нано-костюмом все, что угодно. Но заметьте, когда он все еще был в нано-костюме, его тень соответствовала именно его костюму, вплоть до формы головы. Но когда он отключает броню, его тень также меняется и отражает его текущую одежду и прическу. Такое удивительное внимание к мельчайшим деталям в фильме по-хорошему взрывает мозг. То есть создатели настолько заморочились, что даже подкорректировали тень Тома. Такой подход, безусловно, автоматически переводит фильм на новый уровень. Согласны? Когда Питер прикрепляет устройство к груди Макса Дилана, чтобы вылечить его, негодяй спрашивает паучка, это Лего? Мало кто придал такому вопросу особое значение, но Лего тут было не просто так. К сожалению, Звезду Смерти из Лего поломали, но позже Питер использует деталь Лего, чтобы создать лекарство для Электро. Такой момент снова идеально согласуется с комиксами, где Питер Паркер всегда придумывает большинство решений из журнала «Сделай сам». А сейчас небольшая деталь в моменте, когда сработало паучье чутье Питера. В левой части экрана мы можем видеть модель Старк Экспо, из второй части Железного Человека, прислоненную к стене. Это та самая модель, которая помогла Тони придумать новый элемент, что спасло тогда его жизнь и, в конечном счете, Вселенную. Один из самых важных моментов в фильме был тогда, когда Том показывал Тоби и Эндрю лекарства, которые он приготовил для каждого злодея. Он кладет все лекарства на стол, но когда дело доходит до антидота Гоблина, то разбивает его об стол. В то время как с другими он обходился более-менее аккуратно. Но и это еще не все. Именно тогда, по взгляду Тоби, который уже догадался, в отличие от многих зрителей, можно понять, что у паучка Тома совсем другие планы для Гоблина, и это явно не лечение. В сцене, где все три Человека-паука летят навстречу злодеям вместе, обратите внимание, что Тоби — единственный, который запускает свою паутину с обоих запястьев, в то время как Том и Эндрю изо всех сил стараются использовать наименьшее количество паутины при раскачивании. Это имеет смысл, поскольку Тоби не нужно беспокоиться о пополнении своих веб-шутеров. Не отходя далеко от совместной работы «Трех пауков», обратите внимание на тот момент, когда Том в полете поворачивается к своим паучьим друзьям и стреляет паутины из обеих рук, помогая Тоби и Эндрю. Это впервые Тоби и Эндрю, так сказать, катались на паутине, которая им не принадлежала. Мало того, Том проделывает его с таким же движением, как сделал это Стив Роджерс, чтобы придать больше импульса. И снова мельчайшие детали от создателей фильма. Когда Эндрю был схвачен нарастающей энергией Электро, перегрелся не только его костюм. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, как на линзах его маски пошли трещины. Когда доктор Октопус приходит на помощь и спасает Тоби и Эндрю от Электро, обратите внимание на то, как дым исходил от костюма. Однако у костюма Эндрю уже есть все необходимое, чтобы противостоять атаке Электро, так что его амуниция быстро остыла и пар пропал. Однако костюм Тоби все еще слегка дымился от всех этих электрических разрядов. А на этом почти все. Для самых внимательных у меня есть вопрос. Какую интересную деталь вы заметили в финальных титрах, где была нарисована ЭмДжей? Напишите в комментариях. Кроме того, друзья, если вам интересны похожие темы, то также пишите об этом в комментариях. А теперь точно все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok